Более 1300 избирательных участков откроются в Приморье 18 марта. По давней традиции это произойдет в 8 утра. Отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты страны можно будет до 8 часов вечера. После закрытия участков члены избирательных комиссий займутся подсчетом голосов. Уже на финишной прямой по установкам Центра избиркома это третий этап информирования, когда все информационные материалы направлены на мотивацию граждан участия для голосования. Выборы этого года политологи называют максимально комфортными для избирателей. Узнать где находится помещение для голосования можно не только в Центральной избирательной комиссии, но и по телефону горячей линии, воспользоваться специальным сервисом на сайте ЦИК и даже по телефону 0-9. Для этого достаточно набрать номер телефона и сообщить адрес своего места жительства в населенный пункт, улицу и номер дома. Оператор даст пояснение о том, какой номер разбирательного участка обеспечивает голосование жителей этого дома по этому адресу, даст информацию, где находится помещение для голосования и телефон участковой избирательной комиссии. Почти 55 тысяч избирателей пожелали воспользоваться возможностью проголосовать по месту нахождения. Подобная практика на выборах в этом году применяется впервые. Процесс подачи заявлений о голосовании по месту нахождения завершился 12 марта. Но вместе с тем вплоть до субботы, вплоть до 17 марта, до 14 часов участковые комиссии продолжают принимать специальные заявления. Там, конечно, не такие широкие возможности, но это возможности для тех, у кого изменились обстоятельства, кто уезжает куда-либо с того места жительства, где он имеет право быть включен в списки избирателей. Кроме того, в день выборов президента на некоторых избирательных участках жители Приморья смогут выразить свою гражданскую позицию и проголосовать не только за кандидата на пост главы государства, но и за те общественные пространства, которые будут благоустроены в городе уже в этом году, а также принять участие в школьном референдуме. Основная цель опроса – услышать мнение приморских родителей по таким важным вопросам, как перенос школьных каникул, переход на пятидневную учебную неделю, введение электронных учебников, получение дополнительного образования и единая школьная форма у детей. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.